Тема моей проповеди – «Проверенный временем». Вы знаете, что ценно считается в этом мире? В этом мире. Вы знаете, многие вещи мы считаем ценными, неценными, но есть очень важная, ценная вещь. Это то, что испытано, проверено, и то, что уже может прожить массу-массу времени. Есть ценные вещи. Вы знаете, чем ценно золото? Оно не портится. Оно, сколько бы, вот это скифское золото, которое в Крыму нашли, оно очень древнее, оно не испортилось. Как были украшения там, где золото было, такое оно осталось, такое же блестящее, такое красивое. Вы знаете, вера, она не портится, если она настоящая. Если ты верен, то ты по-настоящему не испортишься. Никогда не испортишься. Некоторые думают, что человек может со временем измениться, поменяться, поменять свое мышление. Но вера, она делает нас способными. Вы знаете, Слово Божие говорит о вере, что оно должно быть испытано. Каждого человека. И вера испытывается огнем. Как испытывается вера? Огнем. Его засовывают в печь, переплавляют и ждут, пока отойдет все, все, что не принадлежит к золоту. Да, шлак. Вы знаете, вот этот шлак, кстати, он времени, со временем он просто выгнивает, портится. Если он в земле лежит. Но золото остается, золото. Проверенное время. Я думал раньше, почему Бог так ценит наше отношение к тому, что мы, начавши дело, доводим все до конца. Доводим все до конца. Я удивляюсь, но некоторых он 40 лет испытывал. Около 38 лет испытывал Моисея. Он жил в доме Патифара. Не Патифара, а тестя своего. Моисея, нет. Иофора, спасибо. Иофора. Иофора. Я в именах, может, запутаюсь. И он жил там. И вы знаете, самое интересное, он был пастухом. Но он не изменился. Как он был желающим поменять людей, изменить людей, так и остался. Вы помните, как он попал в дом этот? Кто из вас знает? Он заступился? За? Кого? За? Нет. Как в дом он иофора попал, скажите? Напоил. Правда. То есть он старался даже угодить в некоторых вещах. Он работал, трудился. Он не переживал и заступил. Есть вещи, которые мы заступаемся за других людей, и мы попали туда. Попадаем из-за того, что наш характер, он не меняется. Наши мысли, наше желание, оно не меняется. Характер не меняется. Вы знаете, Бог испытывает наш характер. Испытывает, правда ли я хочу то, что я по-настоящему. По-настоящему. Давайте прочтем. Первая Иоанна. Евангелие от Иоанна. Откройте со мной вместе. Первая книга. Первая глава, я извиняюсь. Первая глава Иоанна. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Богом. Есть то, что не меняется. Неизменно. Оно в начале было у Бога. И Слово, оно испытано временем. Иисус сказал о Слове, что все пройдет, земля пройдет, небо и земля пройдут, но Слово, которое дал Отец, оно не пройдет. Вы знаете, у нас есть характер, у каждого из вас. Есть хорошие черты, есть правильные. А есть то, что не от Бога. И оно должно выгореть. Оно должно измениться. Каким образом Он помещает нас в эту печь? Мне нравится, когда Он сказал ученикам своим, вы уже очищены. Через что? Через Слово. Но Он сказал, ну не все. Правда? Почему Он говорил так, что они очищены через Слово? Слово имеет способность очищать людей. Когда мы слушаем Слово и общаемся с теми людьми, которые имеют откровение, ходят в откровении Божьем, оно меняет нас. Нет, характер у нас остается тот же. Как был заступник Моисей, да, так и остался заступник. Он заступался даже на горе, когда общался с Богом. За этот народ. Его характер остался тот же. Но что-то в нем поменялось. Ушло вот это я, гордыня или еще что-то. Какие-то вещи, которые мешают. И вы знаете, самое интересное, то, что испытано временем, оно придет в твою жизнь. Оно придет и изменит тебя. Но это будет Слово Божье. Слово Божье меняет нас. И он говорит, вначале было Слово. Для того, чтобы изменить этот мир, он посылает свое Слово для каждого из нас. Сначала он послал Слово, знаете, для кого? Только для евреев. Им повезло. Я раньше думал, почему я родился не евреем? Почему меня не обрезали в седьмой день? Почему я не имею возможность входить в общество Израиль? Не имеет значения, имеешь ты возможность туда входить или не имеешь. У тебя есть та же возможность сегодня иметь то же Слово. И оно может очищать тебя и изменять, потому что Иисус пришел и для тебя тоже. Скажи, Иисус пришел для меня. Смотри, вначале было Слово. И то, что есть в тебе нечто Божье, да, в каждом из нас есть нечто Божье, его характер, который мы родились такими. Мы родились с определенными качествами. Я смотрю на Ефима и смотрю, у него уже сформированный... Он спокойный. У него уже характер спокойного человека. Когда Лиза была, это было что-то с чем-то. Она была веселая, конечно. Она и сейчас веселая. Она требует к себе больше внимания, чем кто-либо. И она, наверное, звездой будет. Вы знаете, Катя, когда выступала, она выступала, я вифлемиемская звезда. Она добилась своего. Она сейчас выступает в этом. Она вифлемием. Характер, он не меняется. Но Бог формирует, и Он хочет очистить нас от всех ненужных вещей. Может, пример плохой, но, послушайте, Бог хочет нас избавить от плохих вещей. Что мешает нас достичь того результата, который Он предназначил нам? Вы знаете, некоторые люди сегодня думают, что время, оно имеет такую способность, что мы начинаем размышлять, рассуждать, и Бог, Он почему-то не сразу нас спасает и не меняет нас сразу. Он не сразу делает вас царями, не сразу делает вас священниками, не сразу дает семью, дом. Знаете, почему? Это все равно, что ребенку дать машину, самолет. Он его угробит. Он его уничтожит. Часто люди не понимают, что то, что у вас вложено Богом изначально, и те черты характера, которые у вас есть, они могут быть развиты Богом, измениться в лучшую сторону, умножиться и быть благословенны, или же эти характеры может попираем быть вами. Для этого надо пребывать в чем-то. Когда я пребываю в Слове Божьем, оно меня исследует. Кто из вас читал Библию, и вам стыдно было за свои поступки? Нормально, все в порядке. Оно судит. Оно судит наши намерения, помышления. Оно судит наш внутренний мир. И оно делает нас способными для того, чтобы мы стали другими людьми. Правда? Рожденными от Бога. Некоторые говорят, нас Бог родил не через... Он просто родил. Но Библия говорит, Он родил через благовествование. Через Слово. Благую весть. Он пришел, спас меня, и Он открыл мне. И я вам хочу сказать, учеников Он очищал именно Словом Божьим. И вы знаете, не всегда было хорошо с Иисусом. Не, всегда было хорошо. Но не всегда было удобно, приятно. Некоторые из них оставили Его. Двенадцать человек было с Ним в последний раз. Правда? Потому что то, что Он говорил, слушать было невозможно. Они говорили, как это можно слушать? Кто из вас бывало слушать проповедника и говорит, как это можно слушать? Значит, вы на том пути, или вы уйдете, или вы останетесь. Это такое благословенное состояние. Значит, первые признаки, если вы не понимаете, не то, что это врага. Испытанный времени. То есть, Бог испытал двенадцать, Он избрал и испытал их. Правда? Три года они ходили и испытал до конца. Слово очистил. Смотрите, я прочту что-то. Давайте откроем еще одно место Иоанна. Это написано в 17 главе. Мне нравится, что Иисус говорит об учениках. Смотрите. Он молится о них. И говорит. Второй стих. Так как ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал, даст Он жизнь вечную. Это же жизнь вечная. Да знают тебя, единого истинного Бога, и послана тобой Иисуса Христа. Я прославил тебя. Но дальше. Одиннадцатый стих. Я уже не в мире, но они в мире. Я к тебе иду. Отче Святый, отче Святый, сохрани их во имя Твое. Тех, которых ты дал мне, чтобы они были, скажи, едины, как и мы. Время проверяет, насколько мы едины. Кто-то говорит, семья проверяется временем. Я знаю, что люди разводятся и через 25 лет, и через 30. То, что 25 лет прожили, это ничего не значит. 30 лет тоже ничего не значит. Значит, они еще не проходили какие-то сложности. И вот, когда пришли эти сложности, они не справились с ними. Но если бы они пребывали в Слове, если бы они пребывали в Откровении, и он молится, сохрани их. Как сохранить в единстве себя и окружающий мир? Пребывание в Слове. Некоторые люди разобщены. Знаете, почему? Потому что они не пребывают в Слове. Если я не пребываю в Слове, то я не могу быть в единстве. В единстве общения с братьями. Вы знаете, мне нравится, мы когда ездили на одно службу, на Кайнонию, и ночью мы там беседовали с одним братом. Он так отставил еврейство и так далее. Я ничего против этого не имею, конечно. Конечно, но он не по слову это делал. И оно так разъединяло нас. Если ты пребываешь в Слове, оно созидает и соединяет нас. Смотри внимательно. И он говорит, когда я был с ними, я сохранил их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибеля. Досбуется Писание. Ныне же к Тебе иду. Это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость. Слово Божье дает радость. 118-й Псалом. На пути откровения Твоих я радуюсь. Я еще не получил то, что я должен иметь, но на пути этого приобретения я уже радуюсь. Как великому приобретению. Я еще не получил, но уже радуюсь. Смотрите. Я предал им Слово Твое, и мир возненавидел их. Вы знаете, за что ненавидимы будете? Во! Прочтите. Я предал им, рассказал, передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Смотрите, что делает Слово Божие, что мы становимся непохожими на этот мир. Правда? Вау! Проверенный временем. Что делает нас сохранными? Вы знаете, интересно, о Слове Божьем говорится, что это соль. Правда? Это соль, которая теряет силу. Библия говорит, ни к чему не годится. Ее выбрасывают вон, на попрание людям. Смотри, что Бог дает. Через Слово Он хочет, чтобы мы не только сохранялись, не только были сохранны, но чтобы мы приносили пользу. Знаешь, о ком Он пророчествовал тогда и говорил? Он говорил об израильском народе. Они не сохранили закона, Слова. Они жили не так. Они не приняли Иисуса Христа. Они не приняли того, который должен был прийти. Они не сохранили это. Но поэтому дом их остается пуст на попрание людям. Что Он говорил и о ком Он говорил? Он пророчествовал. Смотрите. И Он говорит, они не от мира, как и я не от мира. Что сделай? Освети их. Что сделай? Освети. Это значит, открой им. Просвети их разум истинный. Освети их истинною Твоей. Слово Твое есть. Он подтверждает еще раз. Слово Твое истинное. Я думаю, почему Иоанн записал это? Потому что многим захочется не только быть в Слове. Есть одна истина. Слово Божье. Правда много, а истина одна. Мы должны пребывать в Слове Божьем. И вот проверенный временем, это тот человек, который живет в этом. Переживает это. Я вам хочу сказать. Я хочу получать откровения из Слова Божьего больше, чем от всего остального. Потому что, когда мы не получаем откровения из Слова Божьего, то значит, где-то закрылось для нас благословение. Пришло к проклятию. Мы должны искать откровения из Слова Божьего. Я прочту еще. Смотрите. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их. И за них я посвящаюсь, чтобы они были освящены. Смотрите, он говорит, что истина, которая просветит их, Слово Божье, которое просветит их. Он говорит, ради этого я посвящаю. Вы знаете, что откровение Иисуса Христа приходит тем, которые пребывают в Слове. Иисус не пришел к язычникам, а те, которые пребывали в Слове, но они не приняли Его. То есть я должен еще быть готовым принимать откровения. Знания надмивают, Дух животворит. Правда? Потому что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно изменяет нас. Оно делает что-то с нами. И смотрите. Но не о них же только молю, но о верующих в Меня по Слову. Уже по Слову их. Потому что они пребывают в Слове. Не о всех молю. Не о всем мире. А о тех, которые пребывают в Слове Мое. Смотрите, за кого молился Иисус. А верующих в Слово. Ого. А можно спастись без веры в Слово? Оказывается, нет. Павел открывает нам и говорит, как спастись без благовествующего? Как услышать? Без благовествования спасения не может быть. Без откровения не может быть спасения. Знаешь что? Если я не слышу Слово Божьего, я не спасусь. Если я сегодня не получил откровения отсюда, значит, моя жизнь, она не менялась, не изменилась. Кто сегодня получил откровение? Поднимите руку. Мне нравится. Надо делиться. Надо рассказывать. Вы должны пребывать в нем. И вы знаете, это и есть пища. Вы любите кушать. Вы сегодня кушали? Кто из вас кушал? Поднимите руку. У кого пост? Теперь поднимите руку. Не кушал. Хорошо. Один только не кушал. А теперь задам вопрос. Когда я не кушаю, я иду к холодильнику? Нет. Но мне хочется кушать. Правда? Я все равно буду кушать. Я со временем приду к холодильнику, я или отрежу колбасы, или еще что-то. Я буду кушать. Мне хочется кушать. Когда я в посте, я чувствую себя ущербным. Мне тяжело внутри. Это борение, правда? О! Ты можешь сказать, я силен, я в духе, аллилуйя. Мы боремся. Но нам тяжело. Плоть страдает в этот момент. Мы чувствуем себя немощными. Вот смотри. Когда ты не покормил своего духовного человека, в твоей жизни кто-то имеет власть над тобой больше. Он начинает тебя одолевать. Над тобой начинает, на тебя начинает воздействовать. Иисус говорит о святиях истины. Когда Он говорит это, Он говорит с целью. Потому что истина приводит нас к единству. Мы уже в слабых вещах. Вы знаете, что такое любовь? Любовь. Долго терпит, милосердствует, не завидует, не гордится, не превозносится. Любовь. Все переносит, всему верит, всему надеется. Любовь. Никогда не пи. Любовь. Вот состояние любви, это когда ты пребываешь в нем. Но если ты не знаешь, что такое любовь, как ты можешь пребывать в нем? Мы как туземцы, которые не знаем, что такое любовь. Мы думали, любовь это отношение, поцелуи или еще что-то. Как мир этот думает раньше. Правда? Но это не любовь. Это пародия на то, что они говорят любовь. Правда? Настоящая любовь, это отношение, взаимоотношение. Правда? Внутреннее взаимоотношение. И как ты узнала об этой любви? Через Слово Божье. Ты учишься этой любви через Слово Божье. Оно меняет тебя через Слово Божье. И когда ты пребываешь в этом, ты силен. Но для чего цель этого есть? Чтобы ты был в единстве. Потому что он молится и говорит. Смотрите. Да будут все едины. По слову их. Чтобы говорили одинаково. Вы знаете, верующие люди находятся в таком состоянии, они говорят даже одинаково. они не спорят по пустякам. Есть вопросы, которые, знаешь, на спасение не влияют. Но есть вопросы, которые меня интересуют сильно. Слово Божье. Я должен в нем пребывать. Я должен его чувствовать. Я должен им жить. Питаться. Потому что это мой хлеб. Хлеб мой насущный. Дай нам на сегодня. Аминь. Смотри. Я заканчиваю. Но послушай дальше. И он говорит. Да уверует мир, что ты послал меня. И когда они будут едины в слове, да? Аллилуйя. Прекрасно. А как же едины в слове? Если так много учений. Так много разногласий. Вы знаете, я знаю одно учение. Библия. Она прекрасная книга. Все остальное. Ну, я вам честно говорю. Если вы найдете там что-то противное, там, ну, что Бог не триедин. Это написано так. Там четко не написано, что есть триединство. Но оно просматривается, что Бог един и триедин. Отец и я едины. Но вы знаете, интересно, учение некоторых, оно разделило. Они имеют сверхъестественное откровение какое-то и живут своим откровением. Они даже Библию не могут почитать, потому что у них сторожевая башня главнее. Они не могут находиться в откровении Слова Божьего. Вы знаете, когда-то Папа Римский запрещал читать Библию, потому что люди необузданным умом могут по-своему интерпретировать. Ничего плохого в этом нет, потому что Дух Святой не может мне открыть и тебе, иначе. Мы будем все думать одинаково. Считай Слово Божье. Проверен время. Время проверяет нас, пребываю ли я в Слове. Время. Вы знаете, что не изменилось за две тысячи лет? Это проверено временем. Люди меняются, в церкви уходят, служение. Но все здесь сказано. Я хочу, чтобы моя жизнь была с Богом все время. Но как мне пребывать в этом? Как мне найтись в нем? Я хочу черпать из источника. Смотри, я дочитаю и заканчиваю. Мы будем сейчас молиться. Славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как и мы едины. В чем они едины? Единство Божье заключается в одном. Он наставит, научит и будущее возвестит. Он расскажет вам все. Я в них, а ты во мне. Да будут совершены. с другими сделаны. Несовершенны, а совершены, сделаны. Я хочу завершить это действие. Вы знаете, я в процессе этого единения. Ничего страшного, если ты не прочитал всю Библию, но решай уже. Надо. Надо дойти уже до конца. слушай внимательно. Если ты дошел до конца, это не значит, что ты должен оставить и отложить ее и уже читать другие книги. Поучайся мне день и ночь и будешь успешен, будешь благословен, проверено временем. Это проверено временем. Я еще не видел ни одного человека успешного, который не читал Слово Божьего. О, не выскочки. Знаете, есть выскочки, которые, а есть люди, которые успехи, настоящие. Они пребывают в Слове Божьем. Успех. Кто-то говорит, у Тимофея сколько было в церкви? 50 тысяч. Да? 60 тысяч. Тимофея церковь была 60-ти тысяч. Вы знали это? Я тоже не знал. 60 тысяч человек. 30 лет ему было. Он молодой был. Совсем молодой. Его обрезали для того, чтобы сводить в Иерусалим, потому что он не мог попасть в храм и не мог. Павел его обрезал, чтобы поставить на служителя там. Но он был успешен. Знаешь, почему? Он сохранил Слово. Если вы почитаете, Тимофей, он хранил то Слово, которое было для него главным. Все остальное не важно. Он откровения те, которые принял, получил, он хранил их, он оберегал их, он пополнял их тем Словом. И помните, когда Павел ему давал поручение, занимайся этим, занимайся, пока не приду. Чем? Учи, наставляй, рассказывай, аминь. Но откуда? Со Слова Божьего. Вы знаете, он говорил, что единство только там, единение только там, благословение только там. Мы можем сегодня решить и думать, что где придет благословение. Я вам честно скажу, у нас основное является, основная книга, это Библия. Все остальные книги, если ты не прочитал Библию, тебе лучше не читать. О, оно важно. Ты можешь прочитать, ты можешь учиться в институте, в библейском институте, но читай Слово Божье. Это проверено временем. Хорошо, заканчиваю еще немножко. Мир тебя не познал, а я познал тебя, и эти познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Вы знаете, он открыл Божье имя. Есть такое учение каббалат, знаете, у евреев, они каббалисты, они ищут имя Бога, потому что кто познает это имя, они будут иметь все, все благословения, а кто произнесет имя, тот даже умереть может, они думают. Правильно, ты правильно говоришь. И вот некоторые думают, что даже с ума сходили, но смысл не в том, что они хотят через неправильные вещи войти к Богу. Знаешь, через окно влезть в дом. Иисус сказал, кто не дверью входит, тот вор и разбойник. Я есть дверь овцам. Есть люди, которые не входят через Слово Божие, а пытаются какими-то учениями, лжеучениями войти. Таких берегитесь. Надо берегиться таких людей. Я понимаю, что есть сейчас масса учений, масса книг. Мы живем век информации. Вы в интернет залезете, вы найдете столько. Но целью твоей должно быть. Они все написаны из одной книги. твоя цель вот здесь. Иисус говорит, я открыл им имя твое. И еще откроют. Другими словами, они настолько благословенны уже, что они знают твое имя. Вау! Они настолько богаты. Они настолько сильны. Ты сегодня можешь быть в этом, если ты пребываешь в Слове Его. Слово Божие вначале было. И Слово это Иисус. Я когда-то читал Библию, я читал ее как прочетную книгу. Мне было сложно найти в Ветхом Завете Иисуса. Вы знаете, когда там убивают всех, но когда тебе Бог начинает открываться, ты видишь на каждом шагу это Иисус. Это все им к нему и для Него делалось, потому что это все Слово Божье. Когда читаешь книгу Бытие, я раньше не понимал, что там об Иисусе написано. Я думал, что послание только для евреев написано. Но если ты любишь Иисуса, то вся книга для тебя написана. Ты хочешь знать, кого это проверено временем, испытанно. Золото, которое испытывается, вы знаете, это твоя вера. Вера и Слово Божие, она никогда не затускнеет. Ты будешь силен. Аминь? Скажи своему соседу, скажи своему соседу, Слово Божие, оно живо. в твоей жизни, в моей жизни, и в этом мире оно живо. Они даже не знают, что оно действует. Сейчас Слово Божие. Кто-то думает, как? Как все происходит? Я открыл им имя твое. Еще открою. Бог открыл тебе то, что не подвластно времени. Его Слово. В нем пребывай. Если ты пребудешь в нем, то будешь успешен, благословен, силен, могуществен. И на тебя ничто не повлияет. Придет кто-то, расскажет тебе что-то, но ты имеешь откровение внутри себя. Правда? Слово, которое хранит тебя. И даже если ты поддался какой-то уловке, ты в нем будешь пребывать, ты найдешь выход из этой ситуации, потому что некоторые заходят во тьму, вы знаете почему? Потому что дьявол, он хитрец, он проводит нас через это, он вводит нас через это, он Иисуса повел. И он говорит, давай я тебе дам все, все царства, все богатства этого мира, оно все принадлежит мне. Он не врал, вы знаете это? Люди, не зная Слова Божия, отдали его. Но он сказал, Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. Откуда это он знал? Он Слово Божье. В Слове Божьем там есть ответ. Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. Богатство приходит от Бога, и он дал его детям Своей. Вау, это так легко. Так легко знать и ходить в этой силе. Я тебе дам славу, только сбросься вниз, на крыльях поднесут. Даже ангелы. Вы знаете, я думаю, что бывают и бесы, нечистые духи делают какие-то чудеса и подлетают и помогают тебе на крыльях своих несут даже. Даже по Слову Божьему. Но только одной целью, только ради одного, чтобы ты поступил не по откровению Иисуса, не по откровению Божьему, а как? По научению чему-то. Вот сейчас и сразу. проверено временем. Ты знаешь, что? Я не верю тебе. Я не верю тому, что ты говоришь. Не искушай Господа, Бога твоего напрасно. То есть, другими словами, если мне это не надо сейчас, я не знаю, нужно ли это будет завтра. Не искушай Господа. Некоторые люди искушают Его каждый день, потому что они не знают Слово Божьего. Они знамения требуют в некоторых вещах. Хотя неплохо, если ты не знаешь Слово Божье знамений себе. Но знамения не нужно тебе, если ты находишься в вере. А самое главное, самое важное, что часто мы видим свой недостаток и мы говорим, у нас нету и не хватает чего-то. Хлеба, еды банальной, для проживания и говорим, вот, Боже, я воспользуюсь той силой и властью, которую ты дал мне, только для того, чтобы захватить это, забрать это, отобрать это. Но если Бог тебе не повелевал это делать, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божия. Он говорит о том, что слово, оно дает мне пищу. Сегодня некоторым надо это. Давайте встанем и будем молиться.